Всем привет! Меня зовут Изабелла Ридс и сегодня я вам расскажу, как в 2018 году поменялся алгоритм Амазона, что в общем-то у нас сегодня нового и как сделать так, чтобы ваш продукт вышел на Амазон и вы стали на нем зарабатывать денег. Итак, в прошлом году, в 2017 произошли большие перемены, после чего продавцы перестали выходить на Амазон так называемую на халяву, когда можно было просто прибежать, поставить свои продукты, сделать несколько очень-очень легких манипуляций и тут у нас у всех шли продажи и мы просто показывали, какие мы сильные, какие мы классные, как у нас все здорово работает, мы были большие молодцы. Потом поменялся алгоритм ревьюверов, поменялся алгоритм продвижения и в общем-то пришлось искать новые решения, безусловно мы их нашли. На сегодняшний день для Амазона в первую очередь играет роль, насколько качественно выполнен ваш листинг, каким качественным является ваш товар. Именно поэтому сложно на сегодняшний день пройти верификацию продавца на Амазон, но если у вас есть все соответствующие документы и вы собираетесь бизнес на Амазон делать легально, у вас получится абсолютно все. Итак, хотите узнать, как заработать от одного доллара в кармане до 10 тысяч долларов чистыми в месяц? Ну, конечно, я надеюсь, что у вас нету одного доллара в кармане, у вас есть намного больше и нужно понимать и подходить с реальностью, потому что любой бизнес требует вложений. Итак, на Амазон нужно заходить как минимум с тремя продуктами. Во-первых, потому что один из трех точно сработает. Во-вторых, у вашего магазина будет вес. В-третьих, Амазон будет относиться к вам как к серьезному продавцу. Ну, что это такое, когда вы зашли в магазин, а там всего прилавок один товар? А так, вы приезжаете на Амазон и у вас уже есть несколько товаров. Вы Амазона показываете, я серьезный продавец и я собираюсь бороться за свое место под солнцем. Когда вы выбираете свой товар для продажи на Амазон, ваша задача сделать минимальные вложения и получить максимальную прибыль. Для этого выбирайте товары, которые не лежат на поверхности. Вам нужно найти только те товары, которые пользуются хорошим спросом и не имеют большой конкуренции. Копайте глубже. Представьте, что вы роете артезианскую скважину вручную. Да, поиск товара это не легкое дело, но это абсолютно возможно. Важно, ни в коем случае не прибегайте к продажам по системе дропшип. Популярно, прибыльно, но нелегально. На сайте Амазон черным по белому написано дропшиппинг запрещен. Если вы собираетесь продавать, цепляясь к чужим листингам, но осуществлять доставку самостоятельно, либо отправлять товары на Амазон, то это уже не является дропшиппингом, это уже продажей by Merchant или тот же самый Prime, но чуть-чуть по другой системе. Итак, важно. Товар не должен быть на поверхности. Для старта товар должен быть не ниже 12-13 долларов в ритейловом прайсе, но и не выше 25. Тогда вам будет легче зайти на Амазон, вы не вложите огромного количества средств в продвижение, при условии, конечно, что вы не выберете себе бестселлер. И вы сможете с тремя товарами достаточно легко, ну, скажем так, в рамках 3-6 месяцев дойти до прибыли в 10 тысяч долларов. И в качестве вдохновения я вам скажу, что свои первые деньги на Амазон я заработала в размере 14 тысяч долларов. Это было, правда, 3 года назад, но я делала все интуитивно, я ни у кого не училась. И именно тогда я поняла, что бизнес на Амазон – это действительно хороший путь. И не только люди, которые эмигрировали в США, могут им заниматься, но и те, кто находится совершенно в других странах. И мой вам совет – делайте свой бизнес на Амазон. Легально с вами была я, Изабыла Риц. Подписывайтесь на канал и переходите по кнопке под этим видео. И заходите в мою группу, где я рассказываю об Амазоне все без каких-либо секретов. Welcome! Субтитры сделал DimaTorzok